Приветствую! Сегодня второй день общественных слушаний по проекту краевого бюджета на ближайшую трехлетку. Мы по-прежнему находимся в студии правительства Приморского края. Это выездная студия общественного телевидения «Приморья», поскольку именно здесь, в Большом зале правительства, и проходят все обсуждения. На текущий момент уже есть понимание, каким образом распределятся основные траты в отношении очень важных сфер приморской экономики. Это касается сельского хозяйства, а также лесной промышленности и все, что связано с лесопереработкой и лесопроизводством. Ну и, конечно, по объектам животного мира тоже есть четкое понимание. И на текущий момент у нас есть возможность пообщаться с экспертом, который знает толк в аграрном хозяйстве, а именно в пчеловодстве. Я представляю Рамиля Еникеев. Он является председателем некоммерческого объединения «Союз пчеловодов Приморского края». Рамиль Мадарисович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, действительно, давайте мы сначала обсудим, наверное, поговорим немного о самом механизме вот таких публичных слушаний. Как вы знаете, с 2021 года на территории Приморского края применяется этот инструмент. Вот на ваш взгляд, удачен ли он? Почему прижился? Почему его в очередной раз применяет и правительство в том числе? Я, наверное, тут дополню термин «удачный» больше, наверное, полезный. То есть, действительно, да, ведь бюджет касается всех нас, не только органов власти, он и касается самого простого гражданина. Поэтому, конечно, этот инструмент очень нужный, потому что мы имеем возможность каким-то образом влиять на предстоящее планирование, тем более на три года. Хорошо. Давайте погрузимся в сферу пчеловодства. Пчеловодство очень значимое для приморской экономики в разрезе аграрного сектора. Расскажите, пожалуйста, на текущий момент, какова обстановка? Если брать в общем, то, действительно, наш край, приморский край является одним из лидеров и по количеству пчеловодов. То есть, это не только экономическое, это еще и социальное значение, особенно для сельских территорий. И по производству меда. Да, в этом году есть ряд объективных трудностей. Это, конечно, связано и с климатическими, с природными условиями, и с другими. Но, в любом случае, потенциал у нас есть. И опыт прошлых лет, и наши планы на будущее позволяют нам четко для себя понять, что мы идем и развиваемся. Кстати, ведь наводнения, мы все знаем, обрушились на Приморский край, августовские тайфуны. Вот до сих пор идет аварийно-восстановительные работы. Для пчеловодов тоже был ущерб ощутим? Да, ущерб был и в плане, мы недополучили, конечно, то количество меда, которое планировали. Это и сама та влажность, которая была создана этим тайфуном, и дожди, которые мешали нам проехать к местам. Поэтому, естественно, что хорошего от этого совершенно для нас ничего не было. Сейчас много говорится о том, чтобы все-таки выстроить четкое понимание, как защититься краю от всех погодных стихий, которые обрушиваются, в частности, в летний период наводнений, циклонов. А на ваш взгляд, применительно к вашему сектору, к вашей сфере, что здесь подойдет? Ну, мы все прекрасно видим, что климат меняется. Мы тут, конечно, изменить вряд ли что можем. Мы можем лишь приспособиться. И то же самое касается пчеловодства. То есть улучшить прогнозирование. По крайней мере, можно будет заранее, если знать с большей вероятностью возникновения тех или иных осадков, природных явлений, мы можем, по крайней мере, прогнозировать, куда мы можем пчелу вывозить. То есть, конечно же, здесь нам нужны побольше научных данных, побольше фактов для того, чтобы можно было спланировать свою работу. Расскажите про урожайность этого года. Какими объемами все-таки порадуете приморцев и экспортеры? Будут ли они тоже получать поставки? Липовый мед гораздо меньше, чем в прошлом году. Опять же, есть такой термин «липа отдыхает». То есть в прошлом году липа, если давала нектар, то она в этом году вынуждена просто его, так скажем, отдохнуть. Но в любом случае урожай был собран, цветочный мед был, экспорт есть. Есть ряд, конечно, объективных моментов, связанных с введением новых правил, которые требуют дополнительные исследования меда. Вот мы сейчас как раз вместе с нашим региональным медсельхозом проводили совместное совещание с федеральным медсельхозом, который является разработчиком. Вот я думаю, что мы скоро придем к единому пониманию и для пчеловодов, и для надзорных органов. Объемы снижены ввиду природных факторов. Но как раз вот это мероприятие, которое прошло, общественное обсуждение бюджета, мы как раз и планировали, и подавали свои предложения о том, что нам необходимы ресурсы все-таки, чтобы для того, чтобы совершить качественный скачок или рывок. Вот, кстати, давайте про экономику все-таки побольше поговорим, потому что как раз разговор у нас в этом русле с вами и происходит. Если говорить в общем, применительно к аграрному сектору приморской экономики, то пчеловодство какую долю занимает и какую динамику именно ваша сфера показывает? Есть какие-то статистические данные, тоже можете поделиться? Ну, порядка 6 тысяч человек заняты в отрасли. Это около 20% вообще всех тех, кто занят в сельском хозяйстве. Тоже даже с этой точки зрения отрасли очень важна. Опять же, повторюсь, для развития сельских территорий. Потому что мы знаем, что в некоторых у нас районах практически нет вообще сельхозплощадей, где можно растения и водством заниматься. И пчеловодство – это одно единственное практически занятие, которое может приносить доход. Поэтому при умелом и при грамотном планировании, при поддержке со стороны органов власти, конечно же, эта отрасль будет давать результаты для развития как раз этих территорий. Поддержка ощутима. Что можете сказать по этому поводу? Ведь мы все понимаем, мир изменился и в первую очередь на нас обрушились европейские и американские санкции в небывалом количестве. По вам это как-то ударило? Ударило в том, что мы, конечно, завязаны на экспорт. Естественно, все расчеты, которые межгосударственные, которые раньше были гораздо проще, сейчас из-за санкций с рядом банков, конечно, гораздо очень тяжелее. Но в любом случае, тут есть поддержка и со стороны наших профильных министерств, Минэкономики и Минсельхоза. А также у нас активно действует и функционирует Центр поддержки экспорта. И вот сегодня тоже этот вопрос обсуждали. У нас появилась новая субсидия на транспорт, на возмещение транспортных расходов в случае экспорта продукции и на частичное возмещение стоимости исследований. Также в проект программы, который был представлен губернатору, еще заложен ряд мероприятий, которые, на наш взгляд, окажут поддержку. Но будем о них говорить, когда уже их примут. Расскажите о людях, которые заняты в сфере пчеловодства, потому что в любом случае держится именно это все на них. Да, люди – это наш самый главный актив. На этих шести тысячах? Да. У нас очень много династий, у которых еще деды, прадеды занимались пчеловодством. И сейчас их внуки, правнуки продолжают это дело. Потому что это не просто профессия, это состояние души. Пчеловод – это труженик, это тот человек, который защищает природу, защищает нашу Суническую тайгу. Поэтому, конечно, это особенная каста людей. Как вы сами оказались в числе лидеров, собственно говоря, председателей такого профильного союза? Хоть это и не коммерческая организация, но, тем не менее, общественная. Хотел найти хороший мед. Нашел хороших людей, пчеловодов. Поэтому я всегда говорю, когда спрашивают, где купить хороший мед, надо искать не хороший мед, надо искать хорошего пчеловода. Вот, кстати, поделитесь той же рецептурой поиска. Ведь все мы знаем, что работают ярмарки и во Владивостоке, и в муниципалитетах. Собственно говоря, это приоритет тоже для регионального правительства на текущий момент, чтобы все, что произведено на территории Приморского края, было доступным для каждого приморца. Так вот, конечно, и мед в том числе, мы видим, продажи имеются. И вот мы подходим. С чего мы начинаем? С теплого общения, а оно присутствует в любом случае по ту сторону, собственно говоря, прилавка. И на какие моменты нужно обращать при выборе? Ну, даже прежде чем пойти на ярмарку, нужно посмотреть, есть ли в числе партнеров Союз пчеловодов Приморского края. Потому что те мероприятия, где мы являемся партнерами, мы гарантируем качество. Мы гарантируем тех, мы знаем тех людей, которые свои продукции выставляют, и, соответственно, качество и безопасность их продукции. Поэтому, допустим, фестиваль медовоночный ежегодный, мы специально, один из целей был как раз для нашего приморского потребителя создать место, где он может купить гарантированную продукцию. Мы сейчас совместно с Сурвийским рынком проводим в Сурвийске ежегодную ярмарку, праздник первого меда. Наши ребята стоят и во Владивостоке. Поэтому первый критерий является ли продавец членом Союза пчеловодов Приморского края. Затем уже можно смотреть по качеству продукции. То есть мед не должен быть, естественно, жидким. Но тут очень много параметров. Поэтому, наверное, может отдельная передача. Хорошо, ладно, так возьму на урожение. Но есть, может быть, какой-то универсальный момент, который сразу бросается в глаза? Мутность, может быть, его консистенция, вкус, вкусовые качества тоже очень же важны. Ведь дают попробовать, знаешь, ложечки одноразовые присутствуют. А где собирали мед? Это самый первый вопрос должен быть. Откуда сам пчеловод? И второе, и внешний вид, конечно, мед должен быть красивым. То есть не должно быть расслоения. С этого начинается органолептика. То есть внешний вид. Даже лабораторные исследования таким образом проводятся. В первую очередь изучается внешний вид. Запах, что был свойственен меду. Влажность, плотность. То есть он не должен растекаться, как сироп. Он должен быть тягучим. Капельки должны... Классический методик, когда поднимаешь ложечку, и капелька отпрыгивает. Поэтому, конечно, все начинается с внешнего вида меда. И мед полезен. Вот еще что же самое главное составляющее. Все-таки он заменяет различные лекарственные средства. И в первую очередь сахар. То есть тот, кто любит сладкое, замените сахар на мед. Вот это самое основное правило. Еще хотелось бы, чтобы наши телезрители эту информацию тоже услышали. Перспективы развития сферы пчеловодства. Какие вы видите самые основные моменты, куда двигаться? Ну вот как раз прошедшее мероприятие, и оно способствует тому, чтобы было у нас в голове и органов власти, и у нас, общественников, и у пчеловодов четкое понимание, куда мы идем, какие цели. Цели простые. Это добиться повышения, увеличения производительности нашей продукции. То есть, чтобы нашей продукции было больше, и мы ее могли продать за хорошие деньги. А у вас есть какая-то пошаговая инструкция, или хотя бы некоторые планы? Можете вы сейчас озвучить, с чего начать? Да, мы вместе с нашей командой, вместе с пчеловодами, с учеными составили проект программы развития пчеловодства на последующие пять лет. До 2028 года. Она была изучена экономическим блоком, нашим Минцельхозом. Вот внесены корректировки, и сейчас она на рассмотрении у главы региона. Там как раз поставлены четкие показатели, то есть, что мы должны добиться кратного увеличения продукции и кратную реализацию на экспорт. Потому что мы производим в любом случае больше, чем можем съесть. Поэтому, конечно, у нас один путь для того, чтобы эффективно ее реализовывать, это ее экспортировать. Поэтому все мероприятия, как это достичь, там мы и прописали. Есть ли у вас какое-то лимитированное количество времени, когда необходимо уже приступить к выполнению этого плана, и когда желательно уже первые, скажем так, плоды реализации уже увидеть? Уже приступать надо зимой, то есть, не откладывать долгие ящики, потому что основа основ – это племенная работа. То есть, если не будет хороших, здоровых пчел, то мы про мёд можем-то и не говорить. Поэтому там в плане как раз и должно, что уже весной, уже в зимний период начинать подготовку, а весной уже начинать организацию племенной работы. Кстати, пчелы наши или все-таки есть те, которые… В этом плане у нас очень жесткие критерии. Мы категорически, не просто из-за того, что мы так хотим, эта наука доказана, нельзя завозить сюда чужих непроверенных пчел. У нас есть своя порода, она очень хорошая, она районирована, она приспособлена к нашим условиям, и надо развивать ее. Вы будете встречаться со своими товарищами по Союзу и донесете ли до них информацию, которую вы услышали? Да, конечно, у нас сейчас практически сезон закончился, поэтому вот у нас осенне-зимний период будет проходить в районных встречах, где мы будем как раз этим последним всеми и проектом программы делиться, и теми новостями как раз то, что мы сейчас на обсуждении у нас проходило. То есть это будет не централизовано, например, условно проходить в Владивостоке, а вы будете колесить по Приморскому краю? Да, по Приморскому краю. Вы вообще по всем районам проезжаете, где у вас есть определенные пчеловодческие хозяйства? В 15 муниципальных образованиях существует районное отделение, где-то филиалы покрупнее. Мы стараемся обходить всех. Где-то комплексные, то есть несколько районов близлежащих. Мы постараемся обходить всех. Ну что ж, Рамиль Амадарисович, благодарю вас за беседу. Положение дел в сфере пчеловодства, который входит в аграрный сектор Приморской экономики, ясна, большое спасибо. Спасибо вам. Очень интересный собеседник. Ну что ж, вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня состоялся второй день общественных слушаний по проекту краевого бюджета на ближайшую трехлетку. Сегодня в центре внимания были вопросы, связанные с лесным хозяйством, с лесопереработкой, деревообработкой, ну и также с сельским хозяйством. Полный информационный материал о том, как проходили общественные слушания, какие были предложения у приморцев, у депутатского корпуса, у муниципалитетов, вы можете посмотреть в 20 часов в выпуске новостей в Панораме. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok